Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первое видео авторынок. Если вы на нас еще не подписаны, рекомендуем подписаться на канале. Много полезного о том, что касается выбора и покупки поддержанных автомобилей, в том числе и обзоры в различных форматах. Ну а если вас интересовали автомобили в наличии или, например, вакансии, всю эту информацию вы можете узнать на нашем сайте. Ссылочка будет в описании. Не секрет, что за последние несколько лет китайская автомобильная промышленность значительно шагнула вперед, кто бы и как не относился к китайским машинам. И если раньше такие автомобили рассматривались в основном как альтернатива отечественному автопрому ввиду своей дешевизны, то теперь к свежие китайцы стоят совершенно взрослых денег, но при этом все еще остаются доступнее, чем, например, японские аналоги. И сегодня в наших руках как раз-таки оказался представитель китайского автопрома, причем свежего года выпуска. Это полноценный рамный внедорожник, и по сути это первое наше с ним знакомство. Встречайте, Хавейл H9. Хавейл H9 это полноценный рамный внедорожник. Эта машина появилась в 2014 году, а в России представлена с 2015. Машина выпускается по настоящее время, это первое единственное поколение модели. В 2017 автомобиль освежили, проведя через рестайлинг. Ну а кстати, с 2019 года сборку этих машин наладили в России, в городе Тула. На выбор потребителю предлагается два варианта двигателей, бензиновый и дизельный. Оба объемом 2 литра. Бензиновый двигатель выдает от 218 до 249 лошадиных сил, в зависимости от периода выпуска машины, а дизель выдает 190 лошадей. И тот, и тот двигатель агрегатируется сугубо с автоматическими коробками передач, привод на российских Хавейл H9 только полный. Сегодня на нашем подъемнике автомобиль 2019 года выпуска бензиновый двигатель, автомат полный привод, родной пробег 65 тысяч километров. Хавейл H9 полноразмерный внедорожник, габаритные размеры, длина кузова 4 метра 85 сантиметров, ширина 1 метр 92, а высота 1 метр 90. Колесная база 2,80, что предопределяет наличие достаточного количества места для ног задних пассажиров. Снаряженная масса автомобиля 2 тонны 320 килограмм, а максимально разрешенная 2 тонны 850 килограмм. Что касается толщины лакокрасочного покрытия этого автомобиля, то после проверки заводской краски толщиномером можно сделать вывод, что окрашен этот автомобиль чуть толще, чем мы привыкли видеть, например, на японцах. Минимальное значение показаний прибора здесь 96 микрон, а максимальное 120. Что касается основного вопроса к любому автомобилю в плане стойкости кузова к коррозии, то здесь у Хавейл H9 есть одно преимущество. Все кузовные панели этого автомобиля, кроме крыши, имеют оцинковку, что дает основания полагать, что в плане ржавчины даже у возрастных машин все будет обстоять благополучно. Ну а про антикоррозийную обработку с завода поговорим, когда будем осматривать машину снизу. Обзор автомобиля внутри по традиции начнем с багажного отделения. Доступ куда нам открывает огромная распашная дверь. Причем, как и на японских автомобилях с правосторонним расположением рулевого управления, в данном случае открывается она в сторону тротуара, что, конечно, не вполне логично. В нашем случае автомобиль имеет три ряда сидений и при поднятом третьем ряде объем багажного отделения практически никакой. Можно констатировать, что багажник здесь, как понятие, отсутствует. Расстояние от пятой двери до третьего ряда всего 20 сантиметров. Соответственно, положить сюда что-то, кроме мелочевки, у вас вряд ли получится. Но ширина проема достаточно большая и составляет 115 сантиметров, а высота от пола до крыши целых 86. Третий ряд сидений у HV LH9, так же, как и на модели Ford Explorer, оборудован электроприводом. Сидения можно поднимать и складывать непосредственно из багажника. Правда, делают они это достаточно нерасторопно, так что придется вооружиться терпением. В случае, если третий ряд прячется под пол, то расстояние по полу в багажнике при поднятом втором ряде составит 96 сантиметров. А ширина по полу в самом узком месте порядка 109. Если же вам нужен максимальный грузовой объем, складывайте второй ряд. В ровный пол сидения второго ряда у вас не сложатся, но, тем не менее, запаса пространства здесь достаточно. Расстояние от заднего борта до передних сидений порядка 182 сантиметров. А расстояние до передней панели это 2 метра 65 сантиметров. Что еще обращает на себя внимание в этом багажном отделении? Здесь очень высокий уровень пола. Из дополнительных удобств мы имеем розетку, причем на 220 вольт. Правда, не совсем привычного нам формата. Те самые клавиши складывания и подъема сидений третьего ряда, кстати, ровно такие же присутствуют и спереди. То есть управлять вы ими можете со стороны правого заднего пассажира. Ну а под небольшой фальшпанелью у нас располагается штатный домкрат. Также на потолке у нас присутствуют плафончики светодиодные с сенсорным управлением. Ну а что касается остального набора штатного инструмента, то он располагается внутри самой пятой двери. Так же, как и на Land Cruiser Prado. Ну а теперь про самое интересное. Салон HVL H9. Попадая сюда, понимаешь, что сидишь в рамной машине. Причем на самом деле сходство с Land Cruiser Prado в плане посадки очень и очень присутствует. При моем росте 1,86 м мне удалось подобрать оптимальную для себя посадку за рулем этого автомобиля. Правда, для этого пришлось поднять водительское сидение максимально вверх. Кстати, оба кресла здесь имеют электрические регулировки. Причем сидение водителя, помимо регулировок во всех плоскостях, имеет еще и память на три положения. В отличие от HVL F7, кроссовера, обзор на который мы делали уже достаточно давно, у этого автомобиля присутствует регулировка наклона подушки сидения. Поэтому вариантов по подбору хорошей посадки здесь все же больше. Рулевая колонка тоже регулируется. Регулировка механическая и осуществляется она в двух плоскостях. Так что с подбором хорошей посадки за рулем этого автомобиля проблем возникнуть, в общем-то, не должно. То, что это автомобиль современный, ну или относительно современный, выдает комбинация приборов. Здесь у нас аналоговый тахометр, указатель температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива. Но при этом цифровой спидометр на большом дисплее бортового компьютера. Нечто подобное мы впервые видели на Mercedes S-класса в 221-м кузове. Картина в плане клавиш на дверной карте вполне себе стандартна. Это четыре стеклоподъемника и управление боковыми зеркалами. Причем, в отличие от HV LF7X, у этой машины не возникает ощущения, что клавиши меньшего, чем мы привыкли, размера. Слева от рулевого колеса расположено управление светом. Выполнено оно здесь в виде поворотной шайбы, так же, как на большинстве немецких машин. Mercedes BMW VAC Group. Основная шайба отвечает за переключение габаритов и ближнего света. Передние и задние противотуманки включаются вписанными в нее клавишами. Подрулевые переключатели у этого автомобиля довольно легкие в плане работы и переключаются достаточно тихо. Тянуться к ним не надо, они на своих местах. Рулевое колесо у нас демонстрирует наличие клавиш управления мультимедийной системой по левой стороне. Есть подогрев руля, включающийся отдельной кнопкой, управление телефоном и бортовым компьютером. С тыльной стороны присутствуют лепестки для выбора передач в ручном режиме. Кнопка старт-стоп расположена удачно. Рука сама ложится на нее, пользоваться удобно, привыкать не придется. Мультимедийная система имеет большой монитор, на который также можно вывести массу полезной информации, вплоть до температуры трансмиссии. Для внедорожника эта функция отнюдь не лишняя. И последний раз подобное доводилось видеть на американских машинах на Jeep Grand Cherokee в кузове ВК-2. Управление магнитовой продублировано физическими клавишами, что опять же удобно, не придется тянуться и погружаться в бесконечные разделы меню бортовика. То же самое касается и панели управления климатом. Климат, кстати, здесь трехзонный. Левая, правая сторона и отдельная у задних пассажиров. Все клавиши выполнены тактильно различимыми, так что даже с управлением на ощупь не должно возникнуть проблем. При этом поворотной шайбой регулируются только обороты вентилятора. Слева и справа клавиши управления подогревами сидений. Они здесь физически. Это очень радует с учетом повального увлечения китайскими автопроизводителями сенсорными мониторами. Внизу под панелью климата еще один блок клавиш. Не сказать, что слишком удобно расположен. Здесь пользоваться ими может мешать селектор коробки. Он включает в себя клавишу включения-выключения аварийной сигнализации, контроль движения в полосе, включение-выключение системы старт-стоп, система мониторинга слепых зон, управление скоростью на спуске, своего рода внедорожный круиз-контроль, система стабилизации и парктроники. Присутствует в автомобиле прикуриватель, скрывающийся под маленькой декоративной крышечкой с микролифтом. Селектор коробки передач здесь, как на автомобилях BMW, нефиксируемый. По сути дела он представляет собой джойстик. Правда, пользоваться им надо отметить удобно. Единственный момент, клавиша включения режима парковки расположена весьма оригинально, и вот к ней придется привыкать. Ну и в последнем блоке сосредоточена клавиша активации и деактивации электронного стояночного тормоза. Есть функция автохолд, то есть удержание машины на месте без нажатия педали тормоза, полезная в пробках. Шайба здесь отвечает за выбор режимов движения автомобиля. Их здесь несколько. Это песок, скользкая дорога, автоматический режим, снег и режим камни для движения по соответствующей поверхности. Клавиша включения и выключения экономичного режима. Клавиша включения режима пониженной передачи. Здесь полноценная раздаточная коробка. И в том числе присутствует отдельная клавиша управления блокировкой заднего дифференциала. А это уже серьезная заявка, как внедорожника. Клавиши на потолке в основной своей массе отвечают за управление светом в салоне. И одна из них за управление люком. Здесь по факту большая панорамная крыша. И люк в передней ее части тоже большой по объему. Если она в данный момент не нужна, можно перекрыть ее шторой. Что касается качества исполнения салона, то здесь на самом деле есть что похвалить. Это и мягкий материал верхней части приборной панели, и кожаная отделка сидений, и не скользкий руль. Удобная, кстати говоря, форма. Что касается бардачков, подстаканников и подобных вещей, то в этом автомобиле у нас присутствуют два подстаканника по центру консоли, которые также скрываются за декоративной крышкой. Есть у нас огромный центральный бокс, естественно, с расположенными внутри разъемами AUX и USB. А на дне бокса еще добавлена и беспроводная зарядка для мобильного телефона, включающаяся отдельной клавишей. Основной бардачок у автомобиля не сказать, что слишком большой. Но, как и на старинных классических мерседесах, он полностью отделан материалом, напоминающим бархат внутри. И есть отдельная полочка, куда можно положить, например, паскоп документов. Внизу дверных карт присутствуют карманы, впрочем, не слишком вместительные, передняя часть которых способна разместить в себе бутылку с напитком объемом 0,5 литра. Что касается обзорности в этом автомобиле, здесь вопросов нет. Несмотря на узкое лобовое стекло и высокую приборную панель, здесь полностью видимый капот. Это касается и его боковых краев, и переднего края тоже. Для внедорожника это важный момент. Передние стойки, конечно, широкие, но это дань моде и, кстати, требованиям безопасности тоже. Боковые зеркала сами по себе огромные, пользоваться ими удобно, плюс присутствует индикация слепых зон. Так что с маневрированием в городе проблем не будет. Ну а с маневрами задним ходом здорово помогает камера заднего вида. Давайте посмотрим, как обстоят дела на втором ряду. Что касается заднего сидения этого внедорожника, сидеть здесь на самом деле удобно. Сидение довольно мягкое, несмотря на кожаную отделку. Оно имеет довольно слабо выраженный профиль. Центральная часть, плоская, трое седоков разместятся. Причем это касается и ширины салона тоже. Запас пространства над головой, несмотря на панорамную крышу, здесь присутствует. Есть продольная регулировка у заднего сидения. То есть при необходимости освободить место для пассажиров третьего ряда, вы можете придвинуться довольно близко вперед. И при этом, кстати говоря, несмотря на то, что я упираюсь коленями в сидение, при моей собственной регулировке сказать, что это доставляет особый дискомфорт, нельзя. Ну а в нормальном положении сидения запас пространства для коленей абсолютно достаточный. Тоннеля на полу здесь практически нет. Опора под локти для задних пассажиров присутствует. На дверных картах подлокотник отделан кожей. А в подлокотнике центрального бокса есть еще и место для размещения стаканов. Из дополнительных удобств для пассажиров второго ряда. Панель управления климат-контролем, как раз та самая третья зона. Собственные плафоны освещения, дефлекторы вентиляции. На переднем правом сидении присутствуют клавиши, позволяющие вам увеличить себе пространство для ног, если переднего пассажира не возбраняется потеснить. Ну а внизу центрального бокса присутствует дополнительный отсек с USB-разъемом, через который можно заряжать мобильник, полочкой для размещения этого самого мобильного устройства и стандартной 12-ти вольтовой розеткой. В целом же, для дальних путешествий второй ряд этого автомобиля подходит как нельзя лучше. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела у пассажиров третьего ряда. Что касается третьего ряда, здесь это либо детский вариант, либо вариант на очень непродолжительное время. Высота подушки сидения маленькая и ноги девать практически некуда. При отодвинутом максимально назад втором ряде я уже упираюсь коленями в сидение. Наклон спинки третьего ряда также никак не регулируется, но в утешение задним пассажирам у них есть собственные дефлекторы отопления и подстаканники на боковых панелях. Что касается силовых агрегатов этого автомобиля, под капотом российских HVLH9 стояло два варианта двигателей – бензиновый и дизельный. Бензиновый вариант, как в нашем случае, это GW4C20. Этот двигатель выдает 245 лошадиных сил, на дорестайлинге были версии на 218 лошадей и 350 ньютонометров крутящего момента. По конфигурации это чугунная рядная четверка с двумя верхними распредвалами. Прыск топлива на этом моторе непосредственно и стоят гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, есть фазовращатели на впуски и выпуски, а привод газораспределительного механизма осуществляется цепью. Заправочный объем в плане моторного масла – 5,5 литра, вязкость 5W40, ну а бензин положен сюда 95-й. С одной стороны двухлитрового мотора большому внедорожнику явно недостаточно, но не торопитесь сделать выводы до 100 км в час с места. Этот нелегкий внедорожник в рестайлинговой версии на восьмиступенчатом автомате разгоняется за 10,8 секунды, а это на самом деле довольно быстро по меркам равных автомобилей. При этом сам по себе GW4C20 – это довольно надежный агрегат, еще не успевший запятнать свою репутацию. По сути дела, как и любые моторы с непосредственным впрыском топлива, этот двигатель имеет свойство со временем зарастать нагаром. Как и любой другой двигатель с непосредственным впрыском топлива, этот со временем начинает обрастать нагаром в клапанном механизме. Поэтому к интервалам замены масла здесь нужно относиться ответственно и лучше подсократить их от заводских регламентов хотя бы тысяч до семи. Второй момент касается турбонадула. Были единичные случаи выхода из строя крыльчатки турбины, а также замен ее патрубков. А некоторые владельцы H9 умудрялись к пробегам около 120 тысяч километров поменять цепь ГРМ, хотя на большей части автомобилей она служит свыше 200 тысяч километров. Зато в том, что касается ресурса поршневой, по этим моторам каких-то вопросов нет. Ну, во всяком случае, пока. Дизельный же двигатель носит наименование GW4D20T. Он тоже четырехцилиндровый, тоже чугунный. Этот мотор выдает 190 лошадей на крутящий момент, там больше 420 ньютонометров. У дизеля также два верхних распредвала, стоят гидрокомпенсаторы, есть наддув, реализован в виде двух турбокомпрессоров, прыст топлива Common Rail и ременной привод газораспределительного механизма. Гидрокомпенсаторы присутствуют. Также дизельный двигатель отличается впускным коллектором с переменной геометрией. А поскольку он отличает современным стандартом Евро-6, то на борту присутствуют и сажевый фильтр, и система EGR, за которой придется смотреть. Кстати, топливная аппаратура Delphi, установленная на дизеле HVLH9, не очень хорошо относится к низкокачественной солярке. Имейте это в виду, если в вашем регионе с дистопливом проблема в этом смысле. По сути дела, самым слабым звеном в этом дизеле будут топливные форсунки, как показала практика. Но в плане поршневой группы это также хороший и надежный двигатель, который способен отработать под 300 тысяч километров. Ну а что касается коробок передач, то на этих автомобилях устанавливались 6- и 8-ступенчатые автоматы. 6-ступенчатые коробки шли на дорестайлинге, а 8-ступенчатые на машинах с 2017 года. Оба агрегата производства компании ZF, и оба очень распространены. Дорестайлинговая коробка 6HP ставилась на целый ряд моделей, включая, например, такие, как BMW X5-X6 в кузове E70, и зарекомендовала себя очень даже неплохим агрегатом. То же самое касается и коробки 8HP70, которая устанавливается на машины в рестайлинге. Эту же трансмиссию под разными наименованиями вы можете обнаружить, например, у автомобиля Jeep Grand Cherokee в кузове VK2 в рестайлинговой версии. Помимо американцев, эту же коробку использовал, например, Jaguar Land Rover, концерн BMW, а также Volkswagen на пикапе Amarok. Так что в том, что касается коробок передач, по Huawei LH9 противопоказаний нет. Самое главное, помните о необходимости замены рабочей жидкости в этой трансмиссии раз в 60 тысяч километров пробега. Ну а что касается системы полного привода, то здесь на самом деле дело обстоит довольно интересно. У этой машины присутствует полноценная раздаточная коробка с понижающей передачей. Но это не фуллтайм 4WD. В данном варианте реализована схема TOD, то есть Torque on Demand, момент по требованию. Основной привод у Huawei LH9 на заднюю ось, но при необходимости через раздаточную коробку в работу может подключаться передок. В случае, если же вы подключите перед принудительно, по сути дела вы реализуете схему part-time. При жестко подключенном передке и ездить в таком режиме по дороге с твердым покрытием вам уже нельзя. Подобная схема TOD широко применялась на старых американских внедорожниках, таких как Jeep Grand Cherokee, в том числе и в кузове VJ, и, например, на первом поколении корейского Kia Sorento. Впрочем, по сравнению с простой схемой part-time, например, на Pajero Sport для европейского рынка первой генерации или Sanyon Kiron, эта схема все же предпочтительнее и удобнее. Ну а теперь посмотрим на Huawei LH9 снизу. Кстати, кризис у этого автомобиля по каталогу в самой низкой точке это 206 мм, что на самом деле не так уж мало. Передняя подвеска этого автомобиля выглядит достаточно внушительно и массивно. Она реализована на двойных А-образных рычагах. Соответственно, у нас шаровые опоры и сверху, и снизу. Габаритные размеры компонентов подвески внушают уважение. Кстати, на дорестайлинговых машинах были определенные нарекания в плане ресурса компонентов. Первые замены начинались где-то на отметке 60-80 тысяч. На рестайлинге ситуацию поправили. И на таких автомобилях компоненты передней подвески служат уже более 100-120 тысяч километров. Так что производитель проводит определенную работу над ошибками. И это неплохо. Также из интересного можно отметить, что передний кардан в данном случае у нас не имеет вообще никаких крестовин. Сугубо шлицевые соединения. Под пластиковым грязезащитным фартуком виднеется такой же пластиковый поддон коробки передач 8HP45. Раздаточная коробка в данном случае производства BorgWarner. Ну а про схему работы полного привода здесь мы уже говорили. Также под днищем у нас располагается фильтр тонкой очистки. Как и на предыдущих китайских автомобилях он здесь в доступе. И проблем с его заменой не будет никаких. Ну а задний кардан уже более традиционный. Соответственно здесь у нас наличствуют и три крестовины внушительных габаритов и подвесной подшипник. При осмотре поддержанного Havaila, кстати на состояние подвесного, лучше обращать внимание. Поскольку на машинах по крайней мере первых лет выпуска по этому компоненту были определенные нарекания. С левой стороны по ходу движения автомобиля у нас располагается топливный бак. Объем его 80 литров. Сам бак пластиковый, плюс имеет пластиковую уже защиту по низу. При езде по бездорожью стоит быть с ним поаккуратнее, если речь идет про преодоление очень каменистых участков с большими валунами. Но зато он по крайней мере не будет гнить. Что касается задней подвески, то в данном случае у нас подвеска зависимая. Это мост. Самое что ни на есть классическая реализация для полноценного рамного внедорожника. И дополнено все это дело стабилизатором поперечной устойчивости. Стояночный тормоз, как мы уже упоминали, здесь с электрическим исполнительным механизмом. Запасное колесо крепится на домкрате под днищем кузова. Ну а по части антикоррозийной обработки на самом деле можно отметить, что антикоррозавода здесь присутствует. Но нельзя сказать, что он наносился как-то огульно. Скорее, очень избирательно и только по некоторым местам. Но тем не менее, на 4-летней машине с пробегом 65 тысяч километров по нашим дорогам и зимам с реагентами каких-то следов коррозии по низу мы не наблюдаем. Таким мы увидели сегодня Havail H9 2019 года выпуска с 2-литровым бензиновым турбомотором. При первом знакомстве автомобиль произвел приятное впечатление. Особенно с учетом его стоимости, в том числе и на вторичном рынке. Если у вас был или есть такой автомобиль, на котором вы катаетесь уже продолжительное время и вам есть чем нас дополнить и в чем поправить, прописывайте все это в комментариях. Людям, которые стоят перед выбором купить себе более свежий китайский внедорожник либо остановить выбор на возрастном японце, ваше мнение может помочь в итоге принять какое-то решение. Если же вас заинтересовал конкретный экземпляр, который сегодня был на нашем подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту выхода в свет этого видео машина все еще будет находиться в продаже в компании RDM Import в городе Новосибирске. Всю интересующую вас дополнительную информацию по авто уточняйте по контактному телефону. Он указан в описании. На нем есть WhatsApp, так что пишите, звоните, задавайте вопросы. Если обзор понравился, оказался в чем-то полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok